так у нас попытка вскипятить воду в чашах и попробуем и начать с чаши 31 25 сантиметров 5 металлов на 100 герцах она что-то начинает делать приблизить камеру и посмотреть эту магию просто поближе как-то и Продолжение следует... Шаманизм какой-то... Теперь побольше гранаты возьмем, посмотрим, будет ли эффект от нее... Да, быстрее. Не покупайте у нас большие гранаты, если вы не хотите кипятить воду в своих чашах. Знаете, как красиво. Будущий фильммейкер. Я бы снял кино. Это была пропоющая чаша. С кипящей водой. Очень интересно. Так, это у нас была чаша. 25 сантиметров. Интересно, маленькой можно ли раскрутить? Потребуется, наверное, колоссальное усилие. Немножко везения. Но у нас его нету сегодня. Я думаю, что не получится. Вот. Так что большая граната имеет смысл. Размер имеет значение. Фрейд. Зигмунд. Сейчас перельем воду в непальскую чашу. Кстати, наливать воды много не надо. Я думаю, треть. Она же там внизу вибрирует больше. Пусть ей будет хорошо и просто это делать. Вот. Думаю, вот, может быть, поставить другой бублик поменьше. А может быть, и не надо. Чтоб чаша просто не слетала. Я же не в руках. Я сейчас держу. Ну, вот и попробуем. Так. У нас непальская чаша. 17 сантиметров. А та была 25. Вот. Здесь на 190, да, он закипать начинает? Вот интересно. Есть, наверное, уже особенная наука. Курсы, как кипятить воду, какие чаши нужны. Сертификаты международного образца. Возьмем большую все-таки гранату, придерживая чашу. И так, да, наблюдаем, куда же лучше прилагать усилие. Можно попробовать налить больше воды. Может быть, из-за веса. Тогда нам будет проще с ней работать. Давайте сделаем это. Ну, в общем, у нас это получается, да? Ну, давайте попробуем взять, например, чашу бихарскую. Будет ли в ней кипеть вода. Поверяем. Вот, и сосуды. Пробуем опять. О, никак не ожидал, что у них вот это будет так. Ну, все, праздник всех валили, всех будут вокруг. Надо спускаться же тоже с лопаря иногда. Вода не будет, например, в чашах. Ну, потрясающе. Что мы и хотели. А... А... Да, это была бихарская чаша. Теперь мы хотим попробовать, например, чашу 15 сантиметров. 15 сантиметров, 661 грамм. Тигровый глаз. Фу, он. Вливаем воду. И пробуем. Они достаточно толстостенные. А вот, например, что у нас еще тут есть? 14500 грамм. Ну, давайте попробуем все-таки. Может, хоть на руке. Неудобно на руке. Вес маленький воды. Чаши, да? Да. Этого слишком много веса. Этого слишком много веса. Давайте посмотрим по уровню воды. Возможно, нужно ее здесь больше чуть-чуть, да? Наши эксперименты. Мы берем здесь воду больше всего. Вода на самая маленькая у нас. Да мы просто были, наверное, жадными, да? В общем, она это прекрасно делает. А тогда давайте попробуем еще раз налить воду. Например, чашу номер 20. Непальскую. Воду. Неимоверно легче, когда чаша не ходит под руками. Да, как бы мы гранату прижимаем достаточно. Вот такой, средней гранатой. Не надо слишком прижимать ее, да? Потому что иначе мы как бы удаляем вибрацию саму. Граната хорошо, как она сама. И тяжелая, и в то же время не убирают. Убираем. Здесь, например, не требуется меньше усилий с большой гранатой. Она равномернее ходит просто из-за своего большого веса. Равномернее движение. Вот. Здесь у нас тоже это получилось. Но надо попробовать, наверное, чаши. Какие-то большие тигровые глаз, например. Если взять. Тигровый глаз. Или не взять. Но, в принципе, и там они будут точно так же кипеть. Будет кипеть вода. То есть вот 15 сантиметров это уже реально меньше. Я думаю, это надо быть немножко виртуозом. Иметь большое желание. Вот. Спасибо. Ну, наконец, мы это попробовали и узнали. Спасибо. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...